Девушки отдыхают В любом случае, судя по тому, что сейчас рассказывала Оля, и детский мир опечатан, в тяжелые времена это точно. Привет, Мари, приветствую слушателей Серебряного Дождя и зрителей, в том числе, кто присоединяется к нашей трансляции на Ютьюбе. Я сейчас ее тоже открою у себя, буду читать ваши комментарии и на Ютьюбе. В том числе, Вечерний РБК, проект, который готовят вместе телеканал РБК и радио Серебряный Дождь. Мы в рамках нашего часа обсуждаем важные события, подводим итоги дня вместе с вами, с нашими слушателями и зрителями. Поэтому, пожалуйста, пишите, комментируйте, задавайте вопросы, предлагайте свои варианты решения тех или иных проблем. Телефон прямого эфира 730-101, код Москва-495, смс, ватсап, плюс 7903-797-6333. Сразу вам напомнила все контакты. Во время эфира еще, конечно, не раз их буду произносить, называть. И давайте расскажу вам, о чем мы сегодня будем говорить. Сегодня в Вечернем РБК Вторая уже неделя эскалации конфликта между Израилем и Палестиной. Ну, даже, наверное, будет правильнее сказать, острой фазы. Десятки погибших с обеих сторон. Расскажу вам последние заявления сторон. В нашем эфире будет включение жителя Тель-Авива. Узнаем у него, какая сейчас обстановка в городе. Ночью, к слову, по данным израильской страны, с территории Ливана были выпущены несколько ракет. И на юге Израиля в городах звучали сирены воздушной обороны. Посол Палестины тем временем в Москве говорит, что страна готова к переговорам и надеется на урегулирование конфликта в ближайшие дни. В ближайшие 2-3 дня даже вот так. Возможно ли это? И если да, то при каких условиях? Обсудим эту тему во время Телемоста с программой «Что это значит на РБК» после 50-й минуты. Я напоминаю, что вы можете участие в Телемосте принять. Поэтому, пожалуйста, звоните и высказывайте свою точку зрения в двух эфирах и радио «Серебряная дождь» и телеканала РБК. И вопрос будет у меня к вам такой и на первую нашу тему и на Телемост. А нужно ли вмешиваться другим странам в конфликт Палестино-Израильский? Естественно, для того, чтобы как можно скорее пытаться его, если не решить, что представляется труднодостижимым, то хотя бы привести в какую-то фазу месячной давности. И вторая тема у нас на сегодня – «Сделка года». «Магнит» сообщил, что покупает «Дикси». Акции компании «Магнит» сразу подросли на новостях таких. Вопрос – зачем крупному федеральному ритейлеру еще 2500 магазинов розничных? Обсудим с экспертами рынка изменения и доли крупных игроков, и плюсы-минусы монополизации. Ну и, конечно же, что это значит для нас, с вами, потребителей. Давайте начинать потихоньку. Это было неожиданно. Вечерний РБК в студии Анна Заброда. Еще раз приветствую всех, кто к эфиру только что подключился. Первая тема наша на сегодня. Вторую неделю продолжается крупнейшее с 2014 года обострение Палестино-Израильского конфликта. Возникло напряжение еще в середине апреля. В итоге переросло в масштабные достаточно ракетные обстрелы. И пока эскалация только нарастает. Напомню вам коротко, с чего все вспыхнуло. С середины апреля в Иерусалиме беспорядки. Из-за решения полиции Израиля закрыть площадь у Дамасских ворот, главных ворот мусульманского квартала старого города Иерусалима. Именно там мусульмане обычно собираются вечером после поста и вечерней молитвы. Израильская полиция заявила, что перекрывает несколько улиц в старом городе для того, чтобы контролировать соблюдение карантинных мер. Мы помним, что коронавирус у нас никуда не делся. В итоге закрытыми оказались врата прощения. Один из основных путей к мечети Алякса. И это, конечно, вызвало возмущение у мусульман. Начали палестинцы собираться на улицах, забрасывать полицейских, которые дежурят бутылками, камнями. Ну, естественно, правоохранители не остались без ответа. Шумовые гранаты, водометы. Все это присутствовало. Если говорить об истоках конфликта, то это, конечно, не единственный камень преткновения, а лишь один из витков. Другой виток. Опять же, это суд по вопросу о выселении нескольких палестинских семей. Тоже история, которая длится не первый год. Выселять палестинские семьи должны из домов в районе Храмовой горы в Иерусалиме. Ну, как должны. Обратилась в суд израильская организация на Халат Шимон. Она утверждает, что права на эти дома имеют еврейские переселенцы. Палестинцы, конечно, в свою очередь считают действия Израиля незаконными, а дома своими. В течение недели столкновения происходили в основном в Иерусалиме, но 10 мая, это такая точка отсчета, в ситуацию вмешалась контролирующая сектор газа группировка Хамас. Потребовала от Израиля отвезти полицию от Храмовой горы. Был даже срок установлен, в течение какого времени должно это все было быть сделано. Но Израиль отказался выполнять требования Хамас. И члены группировки 10 мая начали обстрел из самодельных ракетных установок. В Хамас утверждают, что в сторону Тель-Авива запустили больше 130 снарядов. Times of Israel называют обстрел самым масштабным в истории города. Израильская система противоракетной обороны, железный купол, перехватила часть снарядов, но некоторые достигли цели и разрывались в жилых кварталах. Атакам подверглись несколько городов, а также международный аэропорт. И все полеты гражданской авиации были приостановлены. Самолеты, которые летели в Израиль, перенаправлялись на Кипр. Американские авиакомпании Delta и United Airlines объявили, что временно приостанавливают рейсы в Тель-Авив. Армия обороны Израиля в ответ начала обстрел сектора газа и стянула бронетехнику к границе. И последний раз израильские военные входили в этот регион в 2014 году, чтобы уничтожить пусковые установки «Хамас». По последним данным, с израильской стороны погибли 10 человек, с палестинской более 200. Вот вопрос. Совсем скоро у нас в эфире появится Роман Юнушевский, житель Тель-Авива, узнаем у него, какая сейчас обстановка в Израиле. А пока вам хочу задать вопрос. Каким образом, как вам видится, нужно решать такие затянувшиеся, достаточно запутанные конфликты, одновременные религиозные, этнические, политические? Нужно ли вмешиваться в них другим странам? Телефон прямого эфира 730-101, код Москвы 495, смс ватсап плюс 7903-797-6333. И у нас есть звонок, давайте со слушателем пообщаемся. Здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Добрый вечер, Роман, Владимир. Да, Владимир, здравствуйте. Ну, вы понимаете, «Хамас» и руководство Палестины сейчас являются не партнерами, а конкурентами в предстоящих выборах парламентских, где «Хамас», партия «Хамас» набирает непосредственно на фоне этих событий, так называемых патриотических, огромное число очков, среди жителей не только Палестины, но и среди жителей Израиля, я имею в виду и арабское население. У России, к сожалению, нет сейчас рычагов влияния на «Хамас», чтобы вести действительно реальные переговорные процессы для стабилизации в данном регионе обстановки. В общем, Владимир относится к числу тех слушателей, которые считают, что политический подтекст присутствует в том числе, но мы об этом еще чуть позже поговорим. Сейчас к нашему эфиру подключается Роман Янушевский, редактор новостной службы 9-го канала израильского телевидения. Роман, здравствуйте. Все в порядке, вы нас слышите? Добрый вечер. Да, слышу вас. Роман, вы в Тель-Авиве живете, находите сейчас, все правильно? Я в пригороде Тель-Авива, но в агломерации Тель-Авив, да. Скажите, пожалуйста, какая сейчас обстановка в целом в стране, в самом Тель-Авиве, судя по сообщениям, которые в СМИ появляются, на юге Израиля ночью сработали сирены воздушной тревоги? Смотрите, сирены воздушной тревоги, они срабатывают каждые несколько минут. Я как новостник имею доступ к приложению, которое, в принципе, на самом деле любой желающий может скачать, в котором отмечаются любые сигналы воздушной тревоги. Они раздаются каждые несколько минут. Другое дело, что они звучат, конечно, не по всей стране, они звучат локально, тут и там. И конкретно в Тель-Авиве спокойно в последние несколько дней, но на юге страны там сейчас настоящий ад, потому что есть места, где сигнал воздушной тревоги звучит каждые 10-15 минут. И я, конечно, не завидую людям, которые там живут. Роман, а в Тель-Авиве когда последний раз звучала сирена? Если я не ошибаюсь, два дня назад вчера было опубликовано предупреждение о том, что Тель-Авив может быть обстрелян. Мы ждали-ждали, но ничего не случилось. Я так предполагаю, что, по всей видимости, израильская армия все-таки достаточно эффективно действует, ликвидируя запасы ракет, которые могут стрелять на большое расстояние, потому что их у Хамаса не так много. Они у них еще, я уверен, остались, но, как мы видим, они их уже начали считать. То есть те ракетные запасы, которые у них имеются, они носят ограниченный характер, не рассчитаны на продолжительную операцию, то есть их может хватить на несколько недель, но если, скажем, все затянется на месяцы, то рано или поздно все этот запас исчерпает себя. Ну, хотелось бы уверить, что, конечно, не на многие месяцы все это будет затянуто. Роман, я вас спросила, почему, когда в последний раз звучала сирена в Тель-Авиве, чтобы узнать, а до этого сколько месяцев или, возможно, сколько лет назад была похожая ситуация, просто чтобы сопоставить. Ведь локальные обострения периодически случаются. Но насколько специфично то, что мы видим сейчас? Это очень правильный вопрос, который вы задаете, потому что сигнал воздушной тревоги в Тель-Авиве звучит нечасто. Впервые, если не считать 90-е, когда из Ирака обстреляли центр страны, но если мы говорим о противостоянии с Хамасом, впервые сигнал воздушной тревоги прозвучал в 2012 году во время операции «Облачный столб». В 2014 году, когда была подобная операция, похожая на ту, что сейчас, сигнал воздушной тревоги звучал, ну, скажем так, регулярно, звучал много раз. Но нынешняя эскалация характерна тем, что у Хамаса, конечно, возможностей стало больше технических и ракетных. И был момент, когда в одну ночь они стреляли по Тель-Авиву 7 раз подряд, специально с 3 часов ночи до 5 утра, чтобы не дать людям спать. Это было в самом начале для того, чтобы произвести впечатление. Вы имеете в виду, буквально это 10-11 мая? Да, да-да-да. Это было 11 мая. И 11 мая вечером одна из ракет разорвалась буквально в 150 метрах от моего дома, что, конечно же, для нас совершенно неожиданно. Это вот представьте, если вдруг у вас на улице, не дай бог, разорвется ракета. Вот примерно точно так же такое же впечатление это произвело на нас, потому что есть районы, когда ты ожидаешь, что там будут стрелять, никто не ожидает, что ракета может разорваться на центральную улицу города. К счастью, никто не погиб, но было несколько пострадавших, и картина была, конечно же, такая драматическая, потому что сгорел автобус, несколько автомобилей, пострадали окружающие здания очень сильно. Скажем так, впечатления были яркие. Роман, вы знаете, когда общаешься с жителями Израиля, можно услышать такую фразу «мы привыкли». Ну, как вы и говорите, да, что в некоторых регионах это действительно ситуация стандартная, как бы дико это ни звучало, к обстрелам, да. А нынешнее обострение всколыхнуло мировое сообщество. Как раз вы сейчас объяснили, почему, да, потому что действительно такой эскалации не было последние уже, получается, 7 лет. Как люди, как жители Тель-Авива реагируют? Вот звучит воздушная тревога. Что на улицах происходит? Все идут в убежище? Смотрите, чтобы было понятно, мы здесь живем. Для нас жизнь продолжается. И если вы представляете себе войну, как затянутые тучами неба, усталые бородатые мужчины и так далее, это все не так. У нас обычная совершенная жизнь. Просто иногда в эту жизнь врывается сигнал воздушной тревоги. Тогда люди все расходятся по бомбоубежищам, паники нет. Если кто и паникует, то это, как правило, новые репатрианты, которые пока еще не знают, как себя вести в подобной ситуации. Для них это некие новые обстоятельства. В принципе, люди, которые хотя бы одну подобную кампанию здесь перенесли, они уже понимают, что это неприятно, это действует на нервы. Но если ты производишь определенный ряд действий, то с тобой, скорее всего, ничего не случится. И шанс, что ракета даже просто разорвется в твоем районе, он похож на выигрыш в лотерею. Тем не менее, вы, по всей видимости, вытянули этот билет. Мы его вытянули, действительно так. Но обратите внимание, никто не погиб. Никто не погиб по той простой причине, что есть очень эффективное правило службы тыла, которое службы тыла, представители ее озвучивают при любой возможности, по телевидению, в интернете. Есть специальный мультик для детей, который объясняет им, что происходит, потому что дети-то не понимают, из-за чего нервничают взрослые, почему вдруг такие сирены появляются. Чтобы объяснить детям, есть специальный даже такой ролик. Любой израильтянин знает, что если звучит сигнал воздушной тревоги, и ты находишься, например, в Тель-Авиве, у тебя есть полторы минуты, чтобы зайти в подъезд любого дома, все подъезды сейчас открыты, есть еще общественное бомбоубежище, ты можешь зайти туда, подождать там, переждать, и потом продолжаешь дальше свой путь. Так оно и продолжается. Магазины открыты, кафе открыты, сделали паузу на 15 минут, прозвучалась сирена, и жизнь продолжается дальше. — Роман, прочитаю пару сообщений от наших слушателей, они тоже участвуют в обсуждении. Вот Влад из Финляндии написал, что приятель тоже живет в Тель-Авиве, сказал, сирена звучала за последние две недели пару раз, он, в общем-то, спокоен, подтверждает ваши слова. И еще одно сообщение тоже от нашего слушателя, знакомые на юге страны, тоже пишут настоящий ад. Роман, еще вопрос, заявление палестинской страны о готовности провести переговоры с Израилем в Москве внушает надежду на скорую деэскалацию конфликта? — Смотрите, с самого начала этот конфликт не был спровоцирован Израилем, он был полностью спланирован и осуществлен Хамасом. Дело в том, что все началось с заявления о том, что якобы Израиль пытается как-то изменить статус храмовой горы, мечети Алякса, ничего подобного не было и не происходит. И в социальных сетях началось подстрекательство, в которое верит палестинская молодежь, часть из которой нетрудоустроена, недоучившаяся, много свободного времени. И вот всякие грамотные пропагандистские ролики всколыхнули палестинскую молодежь. И получается, что беспорядков не было, но когда пришла разгреченная молодежь и стала кидать камни в полицейских, так вот оно все и стало разогреваться. И была там история еще с неким имущественным спором, который просто неудачно совпал именно с нынешними обстоятельствами в квартале Шейх Джарах. Суд разбирает этот вопрос. Суть в том, что изначально Хамас спровоцировал это обострение для того, чтобы о нем вспомнили. Про него все забыли в последние годы. Они стали получать меньше денег. Там кризис, в том числе эпидемиологический. И о них все забыли. Единственный способ напомнить о себе у Хамаса – это устроить войну. Собственно, что и произошло. В самом начале у Хамаса было несколько козырей, которые он использовал. То есть это вот такие массированные обстрелы. Сначала Иерусалима пригородов, затем Тель-Авива и пригородов. Несколько дней подряд было, конечно, здесь не очень комфортно. Но в целом основные свои сюрпризы, основные козыри Хамас использовал. С его точки зрения он свою программу отыграл, он уже победил. Поэтому сейчас в последние дни Хамас через египетских посредников по другим каналам пытается добиться того, чтобы вступил в силу прекращение огня. Но Израиль-то свою программу не отыграл. Да, и заявление израильской страны пока выглядит так, что операция будет продолжаться не то чтобы и день, и два, а столько, сколько необходимо. Да. И поэтому сейчас, в последние дни, армия обороны Израиля действует по плану, который уже был разработан на протяжении нескольких лет. Есть банк целей. Каждая из этих целей была утверждена отдельно. Она утверждается на различных уровнях внутри армии, внутри военной разведки. Проверяются, куда именно летит ракета. Ракеты не летят беспорядочно. Если бы ракеты летели беспорядочно, и просто бы Израиль отвечал на огневую точку, то жертв было бы с лишним человек в секторе Газа. Это перенаселенное место. Счет был бы уже на тысячи. И из-за того, что каждая цель, она тщательно взвешена и перепроверена, на самом деле потери достаточно нет. Тем не менее, потери средиземного населения есть, к сожалению. Роман, спасибо вам большое. Вы подробно все рассказали. Роман Янушевский. Пропадает у нас немножко связь. Роман Янушевский, редактор новостной службы 9 канала Израильского ТВ, был с нами в эфире. Мы сейчас попытаемся, еще вот послушали сторону израильскую, попытаемся сейчас со стороны на это все посмотреть, более, скажем так, объективной, что ли, позиции, если она здесь вообще возможна и уместна. К нашему эфиру сейчас подключается Андрей Бакланов, профессор Высшей школы экономики, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов. Андрей Глебович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте немножко все-таки о причинах поговорим. Разные версии звучат среди наших слушателей. В сообщениях я вижу, кто-то задается вопросом, так что, получается, Израиль спровоцировал. Вот мнение Романа мы сейчас, жители Тель-Авива, услышали. Вот в этом году действительно в Палестине должны были пройти выборы. Парламентские 22 мая и 31 июля президентские. В итоге перенесли. В Израиле, в свою очередь, политическая ситуация следующая. За два года, четыре раза проходили выборы в парламент, но не смогли партии объединиться в коалицию. Как Вы считаете, нынешнее обострение с политическим фоном связано? Оно связано, безусловно. Потому что в Израиле сейчас у власти находятся люди, которые, как правило, стремятся представить себя как такими решительными политическими деятелями, и которые при необходимости наводят порядок и внутри страны, и во вне страны, и отвечают жестко на то, что они считают палестинскими выходками. Но Вы знаете, если брать внутриполитические основы, то я бы поставил вопрос еще шире и еще печальнее. Дело в том, я все-таки практически 50 лет в этом переговорном процессе нахожусь. И Мадрид мы готовили, и потом 25 лет назад начали уже было договариваться об окончательном статусе, об Иерусалиме и так далее. Но потом это с переходом к власти Нитаньяху, который как раз первый раз его народы мира как следует узнали, когда он разрушил начавшийся мирный процесс в 1996 году. Всякое бывало, но Вы знаете, плохо вот что. Сформировалось и у палестинцев, и у израильтян такое очень мощное крыло властных структурах, которые, в общем-то, приспособились к этим вот условиям полувоенным, военным, послевоенным. И по моим наблюдениям, просто они как-то используют это для своих политических амбиций. И не только политических. Вот давайте посмотрим. Сейчас только что американцы предоставили 750 миллионов долларов на военную помощь, на военную помощь Израилю. Вот Вы видите впечатляющие картинки, как небо Израиля закрывает такие специальные ракеты, небольшие по размерам, которые уничтожают эти болванки, которые засылают из океана. Это все стоят деньги. Примерно 68 тысяч стоит такая одна израильская ракета. Понимаете, вот сейчас эти ракеты отстреляли, будут покупать новые. Кому-то все это дело прилипнет, наверное, как это у военных бывает по поставкам. И так далее. Да, военно-делки. Вы знаете, вот война, кому мать родна, вот это, к сожалению, во многих публикациях у нас недооценивается. Но вот эта печальная сторона, она тоже имеет место. Они просто малоизвестны, потому что не будут же эти деятели сами про себя рассказывать, что они, ну, в общем-то, приспособились уметь как-то извлекать даже для себя определенные... Андрей Глебович, тогда такой вопрос. Вот, позвучало со стороны Палестина заявление, что готовы к переговорам. Израиль пойдет на эти переговоры и на прекращение огня? Ну, вы знаете, многократно уже бывало, есть такой стереотип. Сфера нагнетается обстановка, потом идет военное столкновение разной степени интенсивности, вот. А затем вступает в переговорный процесс. Плохо то, что, вот, понимаете, из-за обострения, как правило, вступления в переговорный процесс, на ровном счете почти ничего не означает, потому что это все длится до нового обострения. И вот из года в год повторяется одна и та же пластинка. Я думаю, что вот нынешний кадровый кластер и у палестинцев, и у израильтян, это те люди, которые не способны или не хотят договариваться. От этого страдают люди. Андрей Глебович, глобально, как решить этот конфликт? Вот есть несколько позиций. Кто-то говорит, что нужно создавать единое государство, кто-то придерживается, в частности, Вашингтон. Два государства для двух народов. Два государства для двух народов, это не Вашингтон придерживается, это общепринятая точка зрения международного сообщества. Да, просто последнее заявление Блинкина, оно как раз подтвердило позицию Евшингтона. Ну, вы знаете, вот предложение разумно звучит, кстати говоря, оно с самого начала было. Резолюция 194, с которой начался вообще палестинский и израильский процесс, о двух государствах говорило. Но так ни разу это не далось реализовать. Я думаю, что в настоящее время, если так сказать откровенно, профессионально нет.